Возможности и преимущества работы с мобильным приложением госуслуги ДОМ обсудили на семинаре, который прошел в рамках проекта «Мой дом» в советском районе Самары. Мобильное приложение работает по аналогии с системой ГИС ЖКХ и может помочь собственникам МКД и старшим по домам в привычном для многих карманно-телефонном формате. Эта система государственная, она абсолютно бесплатная. Она представляет ряд онлайн-сервисов, которые позволяют пользоваться удаленно. Например, проводить общее собрание собственников жилья по всем текущим наболевшим вопросам, которые необходимо решить. Также это приложение позволяет оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, посмотреть, какие запланированы работы. Вера Александровна Сафронова, председатель МКД номер 38 по улице 22-го партиезда говорит, что на семинаре очень доступно и понятно объясняют, как пользоваться этим приложением. Мне чем нравятся эти совещания, тем, что мы вникаем в то, как можно все это производить, как можно все это заключать договора, как можно с управляющей компанией потребовать то, что положено для нашего дома. И я считаю, что это очень познавательно. Специалисты ГЖИ Самарской области рассказали участникам семинара, какую информацию можно получить о своем доме в приложении, как направить обращение с его помощью и как можно без комиссии оплатить услуги ЖКХ. Кроме того, на семинарах «Мой дом» собственники и жители МКД смогли разобраться в порядке содержания и обслуживания внутри домового и внутри квартирного газового оборудования. Семинары «Мой дом» дают такую возможность. Проект «Мой дом» реализуется в Самарской области по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Игоряча Зарова с 2021 года. Этот проект зарекомендовал себя среди жителей. Его цель – это повышение правовой грамотности по управлению многоквартирными домами, прежде всего старших по домам и всех других активистов, которые неравнодушны к тому, как содержится общее домовое имущество. В завершении тренинга обучающиеся смогли получить индивидуальные консультации по интересующим их вопросам непосредственно у профильных специалистов. Елена Чернявская, Петр Поломеев. События.